...того, что тут на конференции в основном говорили, потому что я буду говорить не о том, какой вот, типа, чуваки, есть опыт, мы сделали то-то и то-то, и сейчас я вам расскажу, как мы это сделали. Я расскажу более-менее о том, чего нету, но хотелось бы, чтобы было. Доклад называется как бы «Руби за пределами привычного». Название это рабочее, настоящее его название было бы спойлером, поэтому я его покажу в конце. Но смысл такой, что я бы хотел рассказать, в каком состоянии вообще «Руби» сегодня, где он используется, для чего он нужен, насколько он популярен, почему этого недостаточно, как «Руби» справляется с соответствующими вызовами, которые мы видим в 2015 году, почему вообще нужно применять именно «Руби», чтобы справиться с этими вызовами. Ну и научная честность требует мне закончить доклад тем, что применять, если не применять «Руби». Для начала расскажу немножко о себе. А, да, извиняюсь, что презентация в «Презе», он как бы лучше выражает смысл, но я знаю, что многих от него укачивает. То есть, простите. Вот. Я из Харькова, я программирую уже довольно давно, много лет искал себе язык программирования, который бы мне позволял выражать мои мысли именно так, как мне хотелось бы их выражать. В конце концов, где-то в середине 2000-х я нашел себе «Руби» и «very happy» с тех пор, вот уже почти 10 лет. Реально вообще все круто и офигенно. Вот. На «Руби» я чего только не делал за всю свою жизнь. То есть, вплоть до написания собственных веб-серверов, драйверов баз данных и так далее и тому подобное. Но последние лет шесть я работаю, в общем, в системе, которая в некоторой степени является аналогом того, о чем рассказывал предыдущий докладчик. То есть, мы собираем со всего веба отзывы пользователей в соцсетях о каком-то из наших заказчиков, рисуем про это дело всякие красивые отчеты, выясняем, с какими эмоциями о них отзываются, какие тренды и так далее и тому подобное. Кроме того, я немножко open-source энтузиаст. Не то чтобы супер какой-то крутой или популярный и вам что-то, может быть, скажут проекты, в которых я участвовал, но чего-то там делал. Вот. Теперь, собственно, к теме. Руби. Довольно известный, популярный на данный момент язык программирования. В общем, вполне уже мейнстримовый. То есть, если еще лет пять на всяких программистских форумах ломались копья на тему, типа, что это вообще такое и кому нужна это хипстерское изделие, то на самом деле в этом году этому хипстерскому изделию, если мне не изменяет память, 22 года, он может быть уже постарше некоторых посетителей этой конференции. В общем, довольно ростовыглядящая, но сложно устроенная штука, весьма выразительная и, скажем так, почти наверняка подходящая тем, у кого мозг устроен, как у меня. Когда выразительность кода зачастую становится важнее, скажем, других факторов. То есть я, в принципе, делю всех программистов на программистов-математиков, которые записывают формулы, программистов-инженеров, которые строят конструкции, и программистов-писателей, которые пишут текст. Но вот я из последних, и для таких людей Руби – это, мне кажется, практически идеальный выбор. Он, в общем, довольно много уже, в том числе и на Украине, много работ, книжек, курсов, пользователей и так далее. Руби, где Руби применяется, ну это просто так, как бы обзорный слайд, я даже не буду про него подробнее рассказывать. То есть все знают, что в какой-то момент появился Ruby on Rails, все узнали, что Ruby on Rails – это очень круто, все начали копировать его на других языках, потому что это такой фреймворк, который умеет очень много, очень быстро. Потом начался анти-хайп, что Ruby on Rails – это все какая-то магия, что он медленный, а вот вы знаете, Twitter бросил Rails, а скрипт, наоборот, взялся за Rails и так далее, и тому подобное. В общем, так или иначе, все это довольно уже взрослая тема, то есть понятно, что мы говорим не про какой-то свежепоявившийся язык. Программ, пакетов, библиотек, всякого такого дофига. В данный момент, несмотря на анти-хайп, несмотря на то, что типа там на кучу статей, которые вы можете сходу нагуглить, типа что Node.js – это новый Ruby on Rails, типа все, все переходим на ноду, Ruby закончился. Тем не менее, Ruby развивается, на Ruby есть куча вакансий, курсов. На недавнем харьковском метапе Ruby разработчиков пришло больше 100 человек, ну, может, потому что там бесплатную пиццу давали. Но, тем не менее, как бы, ну, как бы, штука вполне взрослая. Тем не менее, вот, мне бы хотелось сказать, что все это фигня. Почему фигня? Потому что мы сейчас немножко в другом мире живем, чем жили даже там в 2003 каком-нибудь, например, году. Потому что мы по большому счету живем в будущем. То есть то, что там фантастические романы обсасывали, начиная с 50-х годов, а может и раньше, то есть что вот завтра, блин, будет искусственный интеллект, он будет умнее нас всех, что завтра там, типа, роботы в каждом доме будут, что завтра мы полетим в космос, что завтра у нас будут там интеллектуальные импланты и всякое такое. Все это внезапно начало воплощаться примерно сейчас. Это то, что немножко можно назвать сингулярностью, просто накопился некий объем факторов, который сводится к тому, что всем веб-разработчикам, это же конференция веб-разработчиков, все равно приходится думать во многом о науке, о новых научных методах, о научных исследованиях, потому что как бы все, что в тренде, все, что в хайпе, все, что важно, оно все связано с какими-то более или менее научными исследованиями. Почему я вам это рассказываю? Потому что даже если вы считаете себя крутым профессионалом или наоборот там джуниором, который вот сегодня начал свой путь веб-разработчик, и мне все это не важно, я буду изучать там, как в Харькове на соответствующей конференции, половина докладов была посвящена разным методам аутентификации пользователей, какой из них безопаснее, какой из них современнее, какие есть крутые библиотеки или там какие самые новые тренды в том, чтобы вывести красивую респонс-эформу и чтобы данные пользователя отвалидировать. Тем не менее, даже если вы работаете над чем-то совершенно утилитарным, совершенно как бы каким-то аутсорсом своего магазина, все равно вам с этим придется столкнуться. Потому что сегодня данных очень много, то есть все мы говорим там про бигдаты, про хайлоады, но вопрос в том, что это касается не только каких-нибудь там стартапов, которые там для энтерпрайза какие-нибудь там делают штуки. Вопрос в том, что даже мелкая какая-нибудь стартапчик про веб-игрушку, он все равно должен учитывать, что он уже может собрать там данные об активностях пользователя в сети, данные, которые у пользователя прямо с руки поступают из его там фитбит-браслета или Apple Watch часов, данные, которые нам сейчас известны о типическом поведении пользователей и так далее, и так далее, и так далее. То есть это взрывной рост именно таких данных о пользователях, данных о потребителях, которых не было еще несколько лет назад. Дальше. Процессоры реально на каждом шагу. То есть сейчас в этой комнате понятно, что процессорной мощности больше, чем там 20 лет назад было во всей Украине. Вычислить, то есть какой-нибудь алгоритм, который еще в 60-х описан учеными, которые тогда мечтали, что у них искусственный интеллект будет завтра, то есть все эти там нейросети, генетические алгоритмы, Deep Learning и так далее, но чтобы все это посчитать, нужна была там процессорная мощность, там полгода экспериментов. Сегодня у вас Android в кармане, эту нейросеточку в себе построят и там научатся и сделают какое-нибудь предсказание. И так далее, и так далее. То есть это опять же взрывное развитие компьютерной мощности. И наконец взрывное развитие реальных технологий. То есть вот FabLab через, в соседнем помещении открывается, то есть можно напечатать любой эксперимент на 3D принтере, вырезать его из металла каким-то станком и так далее, и тому подобное. То есть опять же все, что раньше было доступно за огромные деньги в исследовательских лабораториях какого-нибудь там Hewlett Packard или General Motors, все это сегодня может быть доступно маленькому стартапчику, который делает маленькие смешные вещи. Конкретно по областям будущего, скажем так, которые уже здесь. Искусственный интеллект, машинное обучение, нейронные сети, генетические алгоритмы, распознавание и классификация, работа с естественными языками. Все это опять же используется на практике. То есть классификация действий пользователя, чтобы понять, какие ему в его фейсбучной ленте показать более интересные посты, что ему больше нравится. Распознавание, чтобы понять, что вот пользователь в данный момент навел свой смартфон на красивенький закат, и эту фоточку надо автоматически сфотографировать и сохранить куда-нибудь в память. Обработка натурального языка, чтобы пользователь мог чего-нибудь сказать вашему магазину, и вы ему красиво нашли ответы на коряво поставленный вопрос. То есть все это стало совершенно не высокой теорией, а совершенно практическими технологиями. Самый любимый мой пример, недавно встреченный на Хабре, магазин мобильных телефонов исследует несколько разных моделей, нейронные сети, марковские цепи и так далее, чтобы по заданным в машинном виде данным, типа у этого телефона хорошая камера, у этого телефона средний размер и так далее, построить красивый текст, потому что пользователи не читают таблицы. Они хотят, чтобы им это написали красивой прозой, причем для разных телефонов по-разному, даже если у них очень похожие параметры. Ну и понятно, поисковики этого хотят, это поисковая оптимизация и все дела, но в первую очередь этого хотят люди и это Natural Language Generation, то, что казалось, что это уж совсем такая лабораторная тема. Дальше. Робототехника. Понятно, что за 50 или за 100 баксов ты можешь купить себе Ардуино или Raspberry Pi, экспериментировать с ним, купить ему робоколеса, роборуку, написать кусочек кода, посмотреть, что получилось и так далее. Вон дронов доставки запускал Amazon, то есть у них там как бы они встретились с кучей проблем. Google ругается, что тоже сделает службу доставки на дронах. Понятно, что… То есть у нас сейчас не очень потребительская ситуация в стране, но понятно, что у нас активно применяются дроны, где их нужно применять. Вплоть до программируемых пылесосов, которые раньше это было там… Это урумбы проприетарная технология, и у них там сидел где-то один гений, который написал этот алгоритм румба, а сегодня ты покупаешь эту румбу, и у нее есть API, и ты на нее логинишься с Bluetooth-устройства, и там говоришь, дорогая румба, не пылесось, пожалуйста, моего кота, ему это не очень нравится. Вот. То есть… И, соответственно, во всяких малотиражных производствах это тоже… То есть в тех же фаблабах вся эта робототехника, она совершенно реальна. Любимый мой пример на эту тему чувак из Минска в одиночку сделал робота, который красит стены. Он вешается на двух… Ну, за два угла стены любого размера цепляется на двух канатах. Там два сервомотора, Raspberry Pi, баллончик краски и третий моторчик, который умеет только кнопку нажимать. Ну, я не стал сюда вставлять видео, то есть это только скриншот. Робот… Ой. Сори. Робот, собственно… Вот. Вот висит маленькая фигнюшка. Все. Остальное – это то, что он нарисовал. Он работает адски быстро, он может закрашивать стены вплоть до сотен квадратных метров, и чувак это делает не для красоты, не в качестве арт-проекта, а в качестве городской задачи просто в Минске раскрасить серые стены домов, потому что другими нероботизированными способами это дико дорого или не очень красиво. А тут можно, собственно, любое изображение перевести в этот формат. Вот. Дальше. Медицина, физиология. Один, два, три года прошло с тех пор, как появились, ну, много у кого, почти у каждого, какие-нибудь штуки, которые являются сенсорами. Apple Watch, вот только что вышли, которые… у которых встроенное приложение, которое меряет твой там пульс и говорит, типа, чувак, что ты засиделся, давай-ка побегай. Фитбиты всякие, тупо смартфон и эндомонда в нем, который говорит, хорошо ты бежишь или плохо. Плюс всевозможные медицинские сенсоры стали стоить копейки. Все эти штуки, они опять же, то есть, малень… ну, ты… то есть, опять же, из лаборатории это все выходит в маленькие стартапы или в приложение к чему-нибудь совершенно стандартному, типа игрушки, где ты можешь управлять буквально силой мысли, потому что вот такого рода штуки. Это сенсор, который снимает, собственно, мозговые волны, он вполне себе работает. То есть, непонятно, как мозговые волны связаны напрямую с мыслями, но чтобы исследовать это, опять же, вам не нужно наниматься в медицинскую корпорацию, можно купить штуку за 80 баксов с открытой маппи и сделать 4 разных стартапа, один из них, возможно, взлетит. Вот. Космос. С космосом все пока что непонятно в том смысле, насколько он близок нам всем. Ну, то есть, как украинский веб-разработчик может провзаимодействовать с космосом, ну, кроме как нужно понимать немножко модель того, что и как видят там GPS-спутники. Но, учитывая, какой сейчас идет, опять же, подъем на эту тему, то есть, все эти вещи с Элоном Маском и SpaceX, со всеми этими марсианскими роверами, с гугловскими конкурсными программами на тему, типа, напишите нам алгоритм для ровера, который будет все-таки объезжать препятствия, а не валиться с них много лет. Мы еще не знаем в 2015-м, как каждый из нас поучаствует в этом, но, ну, типа, чуваки, мы реально в этом космосе живем, и, ну, как-то надо об этом помнить. Для примера, вот, стандарт спутника CubeSat, который, ну, то есть, 100 тысяч баксов, это, конечно, не 80 баксов, но, тем не менее, это, опять же, уже какой-нибудь английский, американский, французский институт, маленькая студенческая лаборатория может себе позволить запустить в космос спутник 10 на 10 на 10 сантиметров с любой штукой внутри. Недавно вот люди собирали на, тупо на кикстартере, на спутник, который будет летать вокруг Луны, когда NASA туда доберется, то есть NASA уже согласилась его брать, вот этого же стандарта, то есть 10 на 10 на 10 сантиметров, внутри там тупо Raspberry Pi, то есть разновидность Linux, на которую можно поставить хоть PHP, и вот PHP-шный веб-сервер, он с орбиты Луны будет что-нибудь отвечать. По-моему, это круто. Собственно, к чему я это все? К тому, что то, о чем говорили, то, о чем сначала писали фантасты, потом о чем писали киберпанки, что этого уже не состоится, потом, что много раз осмеивали, пародировали, превратили в космооперу и так далее, и так далее, то есть то, во что еще 10 лет назад уже, в общем-то, никто не верил, что у нас тут будущее вообще наступит, и хаверборды будут летать, и Марс колонизируем, оно вроде как начало сбываться, то есть всякая технология в свое время, и вот пришло время для технологий, в которых дофига науки. И приходит это время тупо через потребительские технологии. Мой любимый пример на эту тему, вот там синеньким внизу, что недавно разбирали в одном научном сообществе, типа, откуда у нас взялось столько дронов, то есть идея-то очевидная, но ну как бы их никогда не было, а теперь они, ну, копейки стоят опять же, потому что кто-то придумал встраивать в смартфоны акселератор и гироскоп, потому что это прикольно, потому что это прикольно продается, потому что это развлекает пользователей, можно встряхнуть смартфон, и у тебя иконочки затрясутся. Гироскопов, ну, то есть отладили эту технологию производства миниатюрных гироскопов-акселераторов, его можно купить там за 3 доллара, и это то, что нужно, чтобы произвести дешевый дрон. Вторая часть технологии это мелкие двигатели, но их отладила армия в Ираке, то есть это не очень хороший пример потребительской технологии, хотя, ну, потребители этой технологии были, прямо скажем. Соответственно, то есть если у нас в 60-х, 70-х в космосе, в медицине, в науке открытия были, потому что СССР, США, типа, кто же первый, уничтожит другого и так далее, и это нам дало большую часть, собственно, потребительского комфорта, который там к 90-м накопился, то сегодня это тупо гонка развлечений, типа Apple или Android сделает следующую прикольную штучку, почему ее там iPhone 18 купят лучше, чем там Nexus 26, то есть борются за это. Но побочным эффектом этого является то, что эти технологии становятся, их, возможно, становятся использовать для чего-то более крутого, чем просто какая-нибудь очередная игрушка. Собственно, вот есть такая теория, что в космос выйдет не какой-нибудь там топ АЛМ, а какая-нибудь жуткая следующая версия iPhone, вот. Хотя, конечно, я предпочитаю Android, но есть и третья теория, кто выйдет следующим в космос. Вот. Ну, может, может, слышали, Порнхаб на полном серьезе запустил на Indiegogo программу типа дайте нам бабла, и мы снимем порно в космосе. Вот. Такая история. Это вот, собственно, общее состояние наук и технологии на данный момент, и меня это довольно сильно волнует. Хорошая картинка, чтобы сказать, что меня это довольно сильно волнует. Почему? Хорошую метафору я нашел в книжке Элизи Раютковского «Гарри Поттера и методы рациональной логики». Это такой фанфик, собственно, Гарри Поттера, где Гарри внезапно вырос в семье ученых, и, соответственно, он очень хорошо мыслит, очень быстро, четко, внятно и ко всему подходит с научным методом. И вот когда он внезапно узнает, что там Хогвартс и вся эта магия, все это реально, он говорит, чуваки, вот это вот вы тысячу лет у вас было все намного круче, чем у людей, вы за это время не попытались вылечить болезни, вылечить продолжительность жизни, выйти в космос, завоевать соседние планеты, у вас же там совершенно невероятные какие-то вещи, его никто не понимает. Вот мне кажется, что в современном мире немножко вот, мы, разработчики, вот аналог вот этого всего, и мне кажется, важным, чтобы мы, конечно, разрабатывали очередной магазин телефонов, но помнили о том, что, ну, на самом-то деле наша цель победить смерть и добраться до звезд. Вот. Теперь, ну, к более приземленным материям, как вот у моего любимого языка Руби с этим всем, о чем я только что распространялся. У Руби с этим, в общем, довольно неплохо, причем стало неплохо буквально год-полтора назад. Есть, ну, вот так примерно, есть здоровенный проект SkyRuby, в котором, ну, сай, в смысле от сайенс, в котором куча ученых и, как бы, студентов и Google Summer of Code, да, они всегда участвуют, цель их разработать, собственно, набор научных библиотек, которые позволяют любые стандартные научные вычисления делать, ну, как бы одной строчкой, а не написанием еще 80 файлов с экспериментальным кодом, оптимизируют это все и так далее. У них, вот, очень хорошо пошла сам РАВ-код буквально вот 2015 года и по некоторым направлениям почти догнали питон, который, в общем, из современных языков практически общепризнанный стандарт научных вычислений, ну, таких научных экспериментов, скажем так, я про это позже еще поговорю, вот, но, как бы, есть у них и проблема, потому что в основном в этом участвуют там типа четыре ученых и студенты, набираемые каждый год, студент, понятно, диплом защитил и проект его интересовать перестал, если проект реально используется, его подхватят, если проект только-только создан и как бы вот студент его создал и хотел бы, чтобы его использовали, но пользователей нету, то студент охладел, сбежал, а четыре-пять ученых все не подберут. Кроме того, есть великолепная штука под названием Арту, Арту в смысле, как R2D2 из «Звездных войн», который фреймворк по работе с роботами. Там очень лаконичный получается код, очень они поддерживают, то есть все Ардуины, Raspberry Pi, Sphere, Apple Watch и так далее и тому подобное. И в общем он довольно здорово устроен, ну как видите, сайт у них современно выглядит и так далее. Вопрос в том, что я совершенно не представляю, применяет ли его кто-то или это вот как бы, ну то есть специально для доклада искал и ни одного практического применения его не нашел. То есть это скорее пока игрушка, как в целом вся эта штука с роботами, потому что ну тяжело найти вот так сходу пример, если у меня есть Ардуино, там три сервомотора и одна роборука, что я могу сейчас сделать полезного. То есть мне кажется, что это еще как бы область такая развивающаяся, в которую какой-то придет свой киллер-ап, так сказать, и все это сильно поменяет. Есть еще некоторое количество всяких научных штук, есть некоторое количество всяких научных штук, в частности оказалось, что биологи и медики очень любят Руби, тупо потому, что в нем регулярные выражения очень удобно использовать, а им этого достаточно, чтобы ДНК секвенсы свои там разбирать, и для них это огромное открытие. есть некоторое количество полузаброшенных библиотек, то есть вроде бы на все темы сделано уже все, что только можно, частично сделано, например, японцами. Японцы, как вы понимаете, не гуглятся, не находятся, очень тяжело с этим. Соответственно, мы получается как бы в такой ситуации находимся. С одной стороны, вроде как и есть библиотеки, они развиваются, и Руби красивый язык, и все дела, но вот этот, ну, то есть у него наросло уже отставание от других похожих языков, что Руби это тупо рельсы, тупо веб, Руби and Rails, а больше ничего нет, то если вы хотите знать Руби, вы будете знать рельсы и так далее. Вот. И, соответственно, это как бы проблема. Вот. Почему мне кажется, что важно именно Руби? Почему мне хочется, чтобы на Руби ситуация, ну, то есть если я так болею за все эти темы, то, ну, круто, возьми себе там питон и не мучайся, типа, чувак. Вот. Мне кажется, что Руби один из лучших языков именно для типа задач, когда вам нужно провести некоторое количество экспериментов, быстро получить интересный результат, посмотреть, что будет, проверить варианты и сто разных вариантов перепробовать. то есть понятно, что всякий скриптовый язык даст намного более лаконичный код, чем не скриптовый. То есть такой же пример можно было привести для питона и даже для Node.js. но вот какие свойства у Руби есть такие, которые не разделяют другие скриптовые языки? Простой вход. Ну, это понятно, это для каждого из скриптовых языков так. Натуральный, он, ну, то есть предоставляет довольно натуральный инструментарий с самого начала, то есть всякий там перебор массивов и так далее. То есть человек, в принципе, может не знать программирование, но он уже знает, что такое там each, select, reject и может уже, ну, вот, как те самые биологи, они пишут чудовищный код, ну, совершенно чудовищный Руби код, но при этом они сполна используют вот некоторые вот эти мощные вещи и их все устраивает и им другого языка не надо. То есть Руби очень популярен у биологов. Дальше метод chains, то есть последовательности методов очень как бы поддерживаем в Руби стиль программирования, который, ну, мало кто с Руби разделяет, хотя jQuery, например, еще дальше в этом смысле пошел. Дальше Руби очень чистый объектно-ориентированный язык, то есть там все является объектом. Дальше Руби со своим гибким синтаксисом хорошо подходит для написания domain-specific languages, то есть если один хороший программист напишет хороший DSL для описания какой-то предметной области, то дальше придут ученые и тупо по учебнику этого DSL, даже не зная, что это за язык такой Руби, они могут довольно быстро писать, проводить типа крутые эксперименты. Ну и открытые классы тоже это очень научная такая часть в том смысле, что именно когда ты экспериментируешь, тебе нужна возможность, которой в реальности нет, изменить любую часть эксперимента. Ой, я должен был в эту формулу добавить не то, а это, я в лаборатории не взорвалась. Вот Руби собственно это позволяет. Собственно языки, которые разделяли и разделяют такие свойства называют иногда языками прототипирования, иногда языками клеив, в смысле, что все серьезное мы пишем на каких-то крутых языках, а этим мы склеим кусочки. Я предпочитаю считать, что Руби в общем-то язык научного поиска. То есть вот эта классическая схема научного поиска, наблюдение, вопрос, гипотеза, предположение, проверка, уточнение, предположение, проверка, уточнение и наконец получается теория, она как бы вот в этой части очень поддерживается хорошими скриптовыми языками с лаконичным удачным синтаксисом. Понятно, что у Руби есть недостатки, но мне сказали минут 10 назад, что у меня осталось 5 минут, поэтому я дальше немножко голопом по Европам, а дома получалось уложиться, извините. У Руби есть недостатки, в частности, то, что он по-прежнему считается языком для веба, что большинство рубистов это однозначно чуваки, которые пишут на рельсах и для которых вопросов важнее, чем авторизация и красивая форма в принципе не существует. Но он как бы улучшается. И мне хочется верить, что дальше будет лучше. Тут я должен был рассказать про свой секретный проект, но времени нет совсем. Ну, короче, вот у меня есть свой собственный проект, поскольку я как бы энтузиаст open source, который состоит в том, чтобы перенять крутые части Wolfram Language, про которые я еще сейчас успею сказать. в виде Ruby-библиотек и типа сделать мир лучше. Вот. Теперь совсем быстро. Если вас все предыдущее как бы вдохновило, но Ruby вы на дух не переносите. То есть вы, например, там веб-разработчик на питоне, которого сюда почему-то занесло, Ruby противный, а там для космоса, медицины и всякого такого писать хочется. На что имеет смысл обратить внимание? Язык R. Классика статистических вычислений. У него есть пакеты на все случаи жизни. Ученые его обожают. Он дикий. Он вообще дикий. Но у него есть пакеты на все случаи жизни. То есть вот как бы такие плюсы и минусы. Язык Wolfram, который внутри математики, который внутри Wolfram Alpha, они на Хабре, скажем, публикуют совершенно вдохновляющие примеры, как на их языке можно потрясающие задачи решать в одну строчку кода. И, собственно, они меня вдохновили на мой секретный проект Malutten, который, собственно, круче Wolfram будет когда-нибудь однажды. Но он проприетарный, он со странным же синтаксисом и запустить его у себя на компьютере это не такая простая задачка. Python. Python великолепен. Кроме того, что Ruby круче. Но я не хочу обидеть присутствующих, возможно, в зале питанистов, поэтому я нарисовал вам прикольного котика. Не нарисовал, из интернета украл, естественно. Кроме того, есть такая штука как Julia, которая появилась в 2012 году и позиционирует себя как с современным синтаксисом очень быстрый язык научных вычислений. Она немножко простовата, немножко еще глючит, но она реально очень быстрая и она реально принимается потихоньку в научном сообществе. И, наконец, последнее, о чем бы хотелось в этом смысле упомянуть, это есть такой язык кристалл. Он пока не готов к научным вычислениям, но это язык компилируемый, при этом с синтаксисом Ruby, который делают несколько очень крутых Ruby-экспертов. Он уже очень быстрый, он уже работает, но, скажем, собрать его на 32-битной архитектуре еще невозможно и всякое такое, но он при этом крутой. Вот. Такая вот история. Собственно, общую картинку еще раз показываю. Всего, что мы узнали, так сказать, что Ruby сегодня считается языком для веба и всякого такого, но при этом он не охватывает области, в которых сейчас уже нужна научное вычисление, точнее, охватывает, но не очень хорошо, но мне кажется, что это, в общем, довольно крутой язык мог бы быть для этих областей, но если вы со мной не согласны, то, ну, как бы, есть альтернативы. И, наконец, настоящее название этого доклада такое. Спасибо. Ну, заразумило, отчем у Ruby. Насправде, какие-нибудь бенчмарки проводились, какая разница по перформансу с компилируемыми умовами, как там с J-Ruby працювать, насколько там швидше отцегов стоят для этих задач. Взяли, Ruby однопоточная, если я правильно помню, так, там, конкуренция. Ну, современный, то есть, последний 2.2.0, он не однопоточный, то есть, там есть и конструкция для конкуренции, J-Ruby совершенно многопоточный и все хорошо, но при этом все разновидности Ruby, известные на данный момент, они примерно в одном классе и этот класс, он, ну, быстродействие, он, ну, где-то в районе Плинтуса. То есть, у меня был приятный опыт, когда мне надо было портировать простенький код, который строит облако из 50 слов, красиво его раскладывая, с JavaScript на Ruby и то, что в браузере строилось мгновенно, наивный порт, то есть, строчка в строчку, на моем ноутбуке работало 10 минут. Я, конечно, охренел и оптимизировал это потом до 80 секунд, но это все равно хуже, чем мгновенно. Такая история. Дякую. Еще вопросы? О, отлично. Спасибо вообще за доклад. Интересно было. Мне по воле случая пришлось столкнуться с альтернативой, которая была показана из ЭКР, вот, когда я выполнял свою дипломную работу, кстати говоря. Так вот, хотелось бы просто спросить ваше мнение. Вот мы говорим сейчас про Ruby, о том, что вот в Ruby не хватает этого, не хватает там того-то, в этом он силен, в этом не силен. Вопрос в чем? А стоит ли вообще Ruby это иметь, если, допустим, есть такие альтернативы, как тот же язык R, например? Он в своей области, но он просто мощь полная. То есть, речь о чем? Зачем нам перетаскивать в Python или в Ruby какие-то особенности, которые уже хорошо делают, например, другие альтернативные языки, которые изначально заточены под это? То есть, для меня как этот вопрос всегда? Сначала под задачу выбирается язык, правильно? В основном. Если мы хотим просто везде притащить язык на все, что угодно, то это будет немного как зоопарк и для самого языка накладно, и продуктивность будет страдать. То есть, вот вопрос в этом. Как ваши, что вы думаете по этому поводу? На самом деле, к Ruby отношусь отлично, у меня как бы доклад по Vagran, только на Ruby написано, я не могу Ruby не любить. Но все равно интересует мнение актуальности применения любого языка в конкретной задаче. Ну, мое мнение, в общем, было вот на вот этом вот слайдике, который, собственно, назывался «Почему Ruby?» Мне кажется, что во многих случаях важно не только… Ну, то есть, возвращаясь к нашему началу, что есть типы программистов, программисты математики, программисты инженеры, программисты писателей, мне как программисту писателю кажется очень существенным не только скорость языка, не только наличие в нем подходящих библиотек, но его выразительность. Грубо говоря, на языке, который более выразителен, можно эффективнее проводить эксперименты. Выразительность R, ну, то есть, я, в принципе, знаю R и писал на нем. Выразительность R, она, ну, как бы такая, очень вещь в себе, как фиолетовый плюшевый осьминог немножко. Вот. И, то есть, соответственно, учитывая, что, учитывая, скажем, вот этот вот слайд, что оно все начинает проникать, собственно, в бытовые задачи, что это уже не великие ученые сидят заперши в своей башне и слоновой кости и свои там вычисляют корреляции и регрессии. А то, что это нужно вот завтра, допустим, подключить там к сайту по продаже мобильных телефонов и вычислить корреляции и регрессии продаж с посещениями, с данной рекламой, с кликами. Выразительность, мейнстримовость, в общем-то, языка в большой степени и его как бы мощь просто, в смысле написательная мощь, мне кажется, очень важной вещью и мне кажется, что здесь Ruby переплевывает, естественно, не все существующие языки, но R переплевывает точно, скажем так. Спасибо. Буквально сейчас еще дополню чуть к вопросу больше. Это, конечно, хорошо, именно как язык сформирован, это важно, безусловно, то есть мы сейчас немного говорим тогда выходит об абстрактных вещах, то есть то, чего конкретно вам бы хотелось, то есть то, чего вам не хватает конкретно в этом языке, но при этом все-таки мне кажется, что нужно все-таки фокусироваться на задачи, а потом уже подбирать язык. То есть это, безусловно, если бы Ruby это умел, то мы бы уже сегодня начали это применять, но если есть мощная альтернатива, стоит ли терять очень много времени на то, чтобы притянуть в Ruby, например, вот это то, чего конкретно не хватает, например. Потому что длительный процесс, это очень инкрементальная штука. Смотрите, тут есть вполне модельный пример, собственно, язык Python. Еще, ну, то есть когда я начинал писать на Ruby, Python и Ruby всегда писали через запятую, типа вот, типа новые языки стали популярными, вот, например, Python и Ruby. Вы можете применять для задач новые, типа мощные языки, например, Python и Ruby. сегодня их через запятую не пишут. Потому что у Python за прошедшие годы, а это, ну, время карьера, время кусочка карьеры одного программиста, меня, у Python за прошедшие годы тупо успело нарасти столько научных библиотек, что многие университеты тупо с R переводят курсы на Python. Мне, опять же, то есть возвращаясь к вопросу выразительности, мне кажется, что не очень большими усилиями можно добиться того же подъема для Ruby, потому что, если вы пишете на Ruby, если вам нравится писать на Ruby, то надо понимать, что эти вещи итеративно в нем должны появляться, иначе вам придется менять язык. А лучшего языка, на мой вкус, сегодня нет. А, и последний. Я насправді не хотів цього питання задавати, хоча вкрутилась с самого початку, але вот на штопнули. Мова – це такая штука, на вкус і цвет все фломастери, відомо. Но, наприклад, скалу, яку я не побачив в останньому слайде по вариантам, абсолютно выразна мова, GVM-овська, DSL-и будуются на них прекрасно. Вона стає стандартом не наукового використання там Big Data, але, ну, интерпрайзного. Да, я знаю, багато зараз переходить. Пробували? Пробувал, не понравилось, слайд не включил, потому что, ну, как бы, когда я подбирал примеры, я не нашел, скажем так, примеров в научной библиотеке на скала, которые вываливались бы в... Но это вполне возможно, это мой недостаток и недостаток этой презентации, а не недостаток скалы. То есть, я на самом деле не хочу сказать, что Руби лучше всех, а все остальное говно. Я хочу сказать, что Руби очень выразительный язык, которому очень не хватает нескольких средств для того, чтобы, ну, как бы вступить в новый век и быть полезным, собственно, человечеству, а не только тем, кто любит Руби. Как-то так. И это был последний вопрос. Виктор, спасибо. Это был... Отличнейший доклад на самом деле. Это был последний доклад. И спасибо всем, кто сегодня пришел. И еще большее спасибо тем, кто дожил. Сейчас еще вам хочу напомнить, что сегодня, сейчас, после всего этого у нас будет проходить такой вот автор-пати. Ну, то есть... Субтитры сделал DimaTorzok